Не постился. Можно ли мне будет причаститься и исповеться в Пасху? О, а это вы, знаете, спросите, поинтересуйтесь в том храме, куда вы собираетесь пойти на Пасху, потому что нет такого правила, которое распространяется на всех, на все приходы, на все храмы. Настоятель он немножко лавировать может чуть сюда, чуть сюда, в зависимости от условий, в которых этот храм находится. Так, например, я причащаю людей без исповеди, потому что у меня просто нет возможности их исповедовать, просто нереально просто. Но условие такое, что этот человек уже причащался на этой неделе и исповедовался тоже. То есть, если он на этой неделе и постился, причащался, исповедовался уже, например, в четверг, или даже в субботу утром, или сегодня, в среду, в понедельник, вторник, неважно, на этой неделе, то и в воскресенье, пожалуйста, я его тоже причащаю. А исповедовать в пасхальную ночь у меня просто нет физической возможности. Огромная толпа людей, они что, будут стоять и ждать, пока я буду исповедовать, это очень обременительно для людей, прежде всего. Поэтому вот такое условие, но это у меня, кто-то другой это сделает по-своему. Поэтому вы поинтересуетесь порядок, как причащают на Пасху, как бы вам можно было причащаться. Что касается поста, то есть еще несколько дней, есть возможность попаститься, хотя бы и нормально. И если вам будут вдруг в храме говорить, как вы так не постились и причащать вас тоже не будут, это неправильно. Я вам расскажу, знаете, во время пасхального богослужения священник читает огласительное слово Иоанна Златоуста в день Святой Пасхи. Ну, я не знаю, может быть, не во всех храмах его читают, я читаю каждый год. Оно такое приятное, очень такое радостное такое, какое-то такое торжественное, огласительное слово Иоанна Златоуста. Его можно в интернете, я думаю, найти без проблем, прочитать. И там вот есть такие слова. Иоанн Златоуст обыгрывает как бы, обыгрывает евангельскую притчу. Вот я вам сейчас расскажу сначала евангельскую притчу, а потом постараюсь, ну, близко к тексту, пересказать вот этот фрагмент вот этого златоустовского пасхального слова. Притча такая евангельская. Некий человек утром вышел нанять себе работников в виноградник свой, ну, в огород виноградник. И нанял. Договорился там с какими-то работниками по динарию на день. Динарий, ну, денежная единица в те времена была. То есть они вот с утра до вечера работают, виноградники получают каждый динарий. Вышел через три часа, по каким-то своим делам смотрят, еще там люди ставят. Ну, он взял их тоже, нанял. Потом еще через три часа вышел. Ну, то есть получилось так, что он в первом часу вышел, да, в первый час, потом в третьем часу, потом в шестом часу, в девятом часу. Немножко не по нашему циферблату, но неважно. Вот так вот. В девятый час, по-нашему, это три часа дня. То есть на шесть часов разница. И, в конце концов, уже в одиннадцать часов он вышел. Ну, по-нашему, то есть это в пять часов уже. То есть уже солнце близится туда уже, уже весь, собственно, трудовой день уже завершается. Одиннадцатый час вот он вышел. И увидел там еще стоят где-то люди какие-то. Он говорит, а что же вы здесь стоите? Да вот нас никто не нанял. Он говорит, ну, и вы тоже идите работать ко мне. Ну, они пошли к нему работать. Вот они поработали сколько-то там времени. И потом он приглашает своего управителя и говорит, рассчитайся с работниками. Они день работали, начни с последних. И те, которые пришли последние, то есть они уже к вечеру подошли, они получили по динарию. А первые, которые думали, что они больше получат, потому что, ну, те, раз получили по динарию, то мы больше получим. Мы же целый день работали. А те только вот подошли. Ну, и они тоже по динарию получили. И они стали возмущаться и говорить, извините, пожалуйста, как же так? Вот тем последним ты заплатил столько же, сколько нам. Они только один час работали, а мы понесли весь тяготу дней и вар. То есть дневной жар, вот этот зной, мы его терпели в твоем винограднике. А ты нас приравнял. А он говорит, ну, разве я вас обидел чем-то? Вы же договорились со мной по динарию на день трудиться, правда же? Ну, я вас не обделил. Вот сколько мы договорились, я вам плачу. Возьми свое. Неужели ты такой завистливый, что завидуешь? Неужели я не могу тому дать так же, как и тебе? Это же мои деньги, мое имущество. Я как хочу так этим и распоряжать. Вот такая притча евангельская. Но тут, конечно, параллель такая, что человек может с самого своих юных лет выйти на служение Богу. Ну, как я, например. Выйти на служение Богу с юных лет и всю жизнь трудиться. А кто-то может и на смертном адре покаяться, и Господь примет его так же, как и меня. И потом я могу, конечно, возмущаться сколько угодно и сказать, «Господи, ну как же так? Я тебе столько трудился, а вот он грешил, грешил себе, жил себе в удовольствии, а я себе отказывал во всем ради тебя, а ты меня с ним приравнял». Он скажет, ну я же тебе сколько обещал, столько и дал, а к нему я милосерд, неужели ты так завислив? Ну, то есть, притча такая, она об этом. Так вот, в огласительном слове Иоанна Златооста как раз тоже говорится, что если кто потрудился постяся, ну, по-славянски постившись, да примет ныне праведный долг, то есть то, что тебе причитается. Если ты только с третьего часа начал, ну ничего страшного, тоже молодец. Если же ты только с шестого часа трудился, ну ничего, не сомневайся, все нормально. Нормально. Даже если ты только один час потрудился, чуть-чуть, не сомневайся, приступай. Потому что человеколюбец Бог приемлет и последнего, и первого. Дела принимает, и намерения приветствует, и последним ударует, и первого чествует. Поэтому, если вы только эти дни попаститесь, ну хотя бы эти дни, нормально. Так что не сомневайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok